приветствую вас мои дорогие красавицы и сегодня у нас будет занятие посвящено мягкой бережной йоге для женщин в особые дни как вы знаете во время женского цикла во время менструации женщина мне рекомендовано делать перевернутые асаны и также те асаны которые направлены на пережатие живота это могут быть например скрутки то есть во время месячных мы не делаем скрутки особенно в районе живота обращайте пожалуйста на это внимание также во время месячных не рекомендовано выполнять силовые асаны то есть мы не делаем стойки на руках перевернутая асаны мы также исключаем из своей практике и основная работа направлена на расслабление мышц на расслабление широких мышц это например бедра это мышцы рук и также мышцы спины в основном очень часто женщины испытывают болезненные ощущения перед месячными во время месячных это связано зажимом в районе крестца и именно с этим место мы с вами сегодня будем работать мы будем расслаблять наш живот мы будем расслаблять мышцы спины и мышцы поясницы мышцы крестца и растягивать длинные мышцы и так приступаем садитесь пожалуйста поудобнее именно давайте в этот период я рекомендую использовать под ягодицы плед поэтому перед началом занятия пожалуйста возьмите с собой плед это может быть либо тонкая одеялка свернутая в несколько слоев для того чтобы ваши колени смотрели вниз и мы садимся ровно с прямой спиной макушка вытягиваемся наверх медленно дышим глубокое дыхание животом стараемся растягивать живот 2 и на вдохе мы чувствуем как мышцы живота расширяются и делаем вдох поднимаем руки через стороны соединяем над головой соединяем ладони вместе отпускаем груди в намасте и поем троекратно мантру делаем вдох ам 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 а а а а а а а а а короткое простирание перед собой стараемся коснуться лбом земли и поднимаемся наверх садимся во время особых женских дней мы также не делаем дыхательные практики которые с сильным движением например капула бхати мы не делаем но мы делаем дыхание джайна это шумное дыхание когда мы через сомкнутую голосовую щель пропускаем воздух либо можно назвать дыхание моря также остаемся с прикрытыми глазами и медленно дышим смыкаем голосовую щель и выдыхаем воздух оставляйте спину ровной оставляйте спину ровной и далее и за 3 несколько координатов И на выдохе сдуваем живот, и наш пупок стремится к позвоночнику. Подышали, наполнили свое тело кислородом. Также за счет вибрации мелких мышц в нашей гортане мы даем расслабление нашему мозгу и даем сигнал во все наше тело, чтобы оно расслаблялось. Итак, приступаем к основной практике. Делаем вдох, вытягиваем руки наверх, соединяем руки в замок и замком тянемся наверх. Лопатки плечи опускаем вниз, а руками тянемся наверх. Как я уже говорила, все основные движения направлены на растяжение широких мышц, поэтому старайтесь растягиваться. Почувствуйте, как ваши ребра и боковые поверхности тела растягиваются. Тянемся ладонями наверх, делаем вдох, опускаем руки, левая рука идет на пол, правая рука накрывает нас сверху, смотрим через подмышку правой руки наверх. Вдох, поднимаемся наверх, выдох, наклоняемся в другую сторону. Вдох. Можно также здесь продолжать дыханием муджаяна, шумным дыханием. Это дает дополнительное расслабление и очищение тела от токсинов. Вдох наверх и выдох в другую сторону. И еще раз вдох наверх, выдох в левую сторону. Максимально растягиваем боковую поверхность тела. Вдох. Вдохнули полное груди, выдох в другую сторону. Вдох. И поднимаемся, садимся. Немного руками шагаем по коврику. И тянемся вперед, тянемся вперед грудной клеткой. Дышим, делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Поднимаемся вперед, руки разводим в стороны. И начинаем работать кистями наверх и вниз. Разминаем мелкие суставы рук. Не забываем дышать. Шею не напрягаем. Хорошо. А теперь повращаемся сначала одной рукой. И вперед. Другая рука. Значит, мы всегда делаем движение сначала от себя, потом на себя. Теперь к себе. Вытягиваем руки перед собой. Медленно работаем пальцами. Расширяем сильно-сильно, чтобы все наши каналы, которые находятся между пальцев, начали работать. Включились в работу. Мы все знаем, что много каналов есть на наших ногах. Но те же самые каналы и точки каналов есть у нас и на руках. Поэтому старайтесь с ними тоже работать. И теперь работаем быстро. Руки держим параллельно полу. Плечи не напрягаем. Большой палец кладем в центр. Работаем кистями. Разворачиваем кулаки на себя. Расслабляем пальцы. Делаем когти тигра. Вращаем. Представляете, что у вас в руке яблоко. И в другую сторону, к себе. Расслабили. Движение в локтевом суставе. Плечи не поднимаем. Работают только руки в локтевом суставе. Поставили руки себе на плечи. Поднимаем плечи высоко вверх. Выдох вниз. Вдох наверх. Выдох вниз. Вдох наверх. Выдох вниз. Вдох наверх. Выдох вниз. Поворачиваем плечами. Плечами одно плечо. От себя. Другое плечо. Стараемся локоть высоко не поднимать. Работает только плечевой сустав. То есть это неправильное движение. Только работает плечо. Локоть смотрит вниз. Вместе. И по отдельности работаем одним плечом. Другое плечо. Вместе. И попробовали в разные стороны. Расслабились. Соединяем руки в замок. Вытягиваемся замком вперед. Растягиваем спину. Максимально прогибаемся. Растягиваем грудной отдел позвоночника. Делаем вдох. И попытались вести ладони вместе за спиной. Вдох вперед. Выдох. Тянемся замком. Вдох. Расцепили руки. Выдох. Соединили руки за спиной. Поставили руки за тазом. Пальцы смотрят вперед. Грудь тянем наверх. Раскрываем грудную клетку. Живот у нас в этом положении не напрягается. Мы тянемся только грудным отделом наверх. Живот расслаблен. Спокойно дышит. Грудь продолжает тянуться наверх. Делаем вдох. И возвращаемся в исходное положение. Затем достаем плед. Встаем в положение кошка-корова. Следите за тем, чтобы кисть была под плечом. Ваши колени под тазовыми костями. Ставим в положение кошка. И уводим таз назад. И стараемся низко-низко по полу. Качнулись и вперед. Назад. И вперед. Старайтесь локти прижимать ближе к телу. В сторону локтя не разводим. Ушли назад. И еще немного развели пошире свои колени. И ложимся в широкую балансану. Грудь лежит между коленей. Руками тянемся вперед. Медленно дышим. Вдох. Качнулись вперед. И перешли в кошку. Ноги немного сводим вместе. И правая нога опорная. Левую ногу вставляем в сторону назад. Разминаем колено. Пятка к ягодице. И начинаем вращать в тазобедренном суставе ногой. В одну и в другую сторону. Закончили. Другая нога. Разминаем ногу. И начинаем вращать сначала в одну сторону. В тазобедренном суставе. Нога может быть немного согнута в колени. Для того, чтобы работал только тазобедренный сустав. То есть, если у вас будет нога прямая, вы будете включать другие мышцы. А когда нога немного согнута, у вас включается в работу тазобедренный сустав. И в другую сторону. Разминаем тазобедренный сустав. Ноги у нас остаются в положении колени под тазом. И еще тянемся вперед. И тянемся руками. Продолжаем руками тянуться вперед. Чувствуем, как мышцы поясницы, крестца расслабляются. Медленно дышим. Вдох. Поднимаемся наверх. Скрещиваем голенослопные суставы. И садимся на таз. Ноги разводим в стороны. Достаем свои ягодицы. Немного потянулись корпусом вперед. А теперь поработали стопами. И еще немного потянулись вперед. Руки у нас находятся на голеностопных суставах. Тянемся вперед. Мы... Основное движение это грудь. Живот мы не зажимаем. Усилия мы не прикладываем. Просто за счет своего веса чувствуем, как растягиваются наши ноги. Внутренняя поверхность ног. Продолжаем тянуться. И пальцы на периодически тянем на себя. По. Возвращаемся наверх. Руки плавно скользят по ногам. Тянем руки наверх. Лопатками потянулись вниз. И с выдохом тянем ручки вперед. И теперь помогаем себе ногами. Еще поработали вправо и влево. И еще глубже уходим в асану. Чувствуем, как расслабляется задняя поверхность. Уже мышц ног. То есть у нас сейчас должны тянуться вот эти поверхности наших ног. И также чувствуем, как работает у нас наша поясница. Продолжаем сидеть в этом положении. И медленно дышать. В особые дни нужно очень бережно относиться к своему телу. Медленное дыхание у джан. И не забывайте тянуть ножки еще и еще. И если растяжка позволяет, можете положить локти на пол. И находимся еще немного в этом положении. Вдох. И поднимаемся наверх. Вдох. Руки подняли наверх. Вытянулись. Потянулись одной рукой. Другой рукой наверх. И еще выровняли себя. Выдох. И наклоняемся. Сейчас будем наклоняться к левой ноге. Мы немного корпус разворачиваем. Разворачиваем только грудь. Помним, что в животе мы не скручиваемся. Мы разворачиваем только верхний плечевой пояс. Поэтому делаем вдох. И развернулись немного к ноге. Тянемся. Живот не должен быть сжатым. Выдох. Вдох. Выдох в другую сторону. И еще раз вдох. А теперь у нас противоположная рука. То есть если левая нога, то у нас тянется правая рука. Вдох. И наоборот. Правая нога. Левая рука. Вдох. Поднимаемся наверх. Вдох. Теперь мы. Правая нога у нас будет параллельно к коврику. Левую ногу мы кладем под углом 90 градусов. И сначала мы будем тянуться вперед. Поэтому делаем вдох. Поднимаем ручки. Вытянулись. Удлинились в ребра. Достаем свои нижние ребра. Словно мы их вытаскиваем из своего животика. Вытянулись. Выдох. Тянемся вперед. В этом положении у нас живот абсолютно не зажатый. Эту асану можно делать даже женщинам глубокой беременности. Вплоть до девятого месяца. Тянемся. Продолжаем дышать. Вдох. Поднимаемся наверх. Вытянули ручки наверх. И с выдохом наклоняемся к ноге. Здесь также старайтесь, чтобы живот был не зажатый. Вдох. И поднимаемся наверх. Затем мы поднимаем ногу. И пытаемся себя обнять за голеностопной стороной. Руки за спиной соединяем в замок. Находимся в этом положении. Продолжаем тянуться. Опять же, живот у нас здесь не зажатый. Живот у нас свободный. Мы его не пережимаем. Передняя нога тянется на себя. Здесь у нас растягиваются мышцы рук. Растягиваются мышцы бедра. Выдох. Высвобождаем. Выходим из асаны. Ноги опять разводим в стороны. Вдох. И потянулись вперед с выдохом. Работали. Поработали ногами. Выдох. Еще уходим. Вдох. Поднимаемся наверх. Теперь у нас левая нога прямая. Правая нога у нас угол 90 градусов. Пятка у нас лежит и смотрит промежность. Делаем вдох. Потянемся сначала вперед. Живот у нас не зажатый. Включаем дыхание у джайна. Стараемся левую ногу тянуть на себя. Здесь у нас тянется внутренняя поверхность ноги. Когда мы пальцы ног тянем на себя, то есть мы только усиливаем, чтобы подколенное пространство растягивалось еще более сильнее, более мощнее. Также мы здесь раскрываем работы с тазобедренным суставом. Мы раскрываем тазобедренный сустав, тем самым высвобождаем кровь и мышцы, нервные окончания в нашем тазу. Поэтому сидим в этом положении. Вдох. На левую ногу я покажу другой вариант, как мы можем тянуться к ноге. Мы сначала тянулись вперед. Вот таким образом. Также допустим, когда мы тянемся через бок. Вот таким образом. Медленно дышим. Вдох. Поднимаемся наверх. Небольшое отступление. Почему на левую ногу я тянулась вперед, на правую ногу я тянусь вперед, а на левую ногу я тянусь и прямо, и боком? Дело в том, что я обычный человек, у меня есть перекос в теле, поэтому правая половина моего туловища, она короче, чем левая половина туловища. Это можно узнать легко. Просто когда вы садитесь на стул, и вам хочется, например, либо поджать какую-то ногу, либо положить ногу на другую ногу, это говорит о том, что вот ту сторону, которую вы поджимаете, мышцы на этой стороне, они укорочены, да, поэтому для того, чтобы вам было комфортно сидеть, вы поджимаете как-то ноги. Так вот. Для того, чтобы гармонизировать тело, хорошо идет работа на одну сторону. Мы сначала потянулись на одну ногу, и затем мы тянемся на другую. Соответственно, если у меня правая сторона короче, то мне ее нужно растянуть посильнее. То есть я потянулась таким образом, и для того, чтобы усилить растяжение, я еще тянусь к боковой поверхности. То есть я растягиваю полностью всю свою, смотрите, сколько она у меня сложена, да, раз. Вот настолько сильно тянется моя вся правая половина тела. То есть я автоматически выравниваю вот этот дисбаланс между правой и левой стороной. Также можете сами проверить в домашних условиях вот такой небольшой остеопатический, кинезиологический, физиологический тест. Я доделаю асану. Выдох. Еще немного тянемся, делаем вдох, поднимаемся, поднимаем свою ногу, ставим ее рядом и выравниваем левую ногу. Потянулись, живот у нас уходит вперед, и мы обнимаем свою правую ногу, правой рукой, руки у нас за спиной. Медленно дышим. Вдох. Поднимаемся, раскручиваемся. Сделаем знакомое вам упражнение бабочка. Мы сидим на седалищных костях, соединяем руки на своих стопах и махаем, словно крылышками. Машем, машем, машем. И попробуйте, словно книжку, развести ваши ноги, раскрыть. Вы просто находитесь в этом положении, без рывков, очень бережно, с большой любовью к своему телу, чтобы оно вам служило еще дольше, еще лучше, чтобы оно вас не подводило, никогда не выходило из строя. И сидим в таком положении. Немного можно потянуться руками вперед, очень экологично, очень бережно, без рывков, без резких усилий. Медленно. И старайтесь, опять же, в этом положении больше уходить грудью вперед, чтобы растягивать заднюю поверхность спины. Даже если ваши колени отрываются от пола, ничего страшного. Главное, следите за вашей поясницей. В эти дни для вас важна особая поясница. Подтянулись вперед, тянем вдох и собираем наши колени. Можно вот таким образом, то есть стопы вместе, а колени немного развели, для того, чтобы собрать свое тело. Окей. Хорошо. Скрестили ноги, качнулись вперед, перешли опять в кошку. В кошке выполним одно упражнение на верхние плечевые суставы. Для этого мы правым плечом будем стремиться к левой ладони. Делаем вдох и начинаем такие делать круговые движения. Максимально стараемся приблизиться правым плечом к левой ладони, а левым плечом к правой ладони. Максимально низко. Закончили. И в другую сторону. Теперь у нас правое плечо и левое плечо, и правая рука. Также стараемся максимально низко. И закончили. Это такие хитрые женские отжимания. Теперь мы поработаем с вами тазом. Пожалуйста, здесь, если коленем неудобно стоять, вы можете либо согнуть коврик, встать, либо положить плед под ваши колени. То есть смотрите от уровня комфорта. И здесь мы начинаем вращать тазом. Мы вращаем самим тазом сначала в одну сторону. Для того, чтобы высвободить все мышцы, все косточки, чтобы встали на место. И в другую сторону. Также вращаем тазом. Не забываем дышать. Дыхание свободное. Живот не напрягается. И теперь поработали тазом вперед и назад. Вперед. Как будто бы мы таз толкаем к ребрам. Пытаемся соединить гребни подвздошных костей и наши ребра. Вперед и назад. Вперед и назад. Это также улучшает эластичность мышц тазового дна для тех, кто рожал, либо планирует. Поэтому такие небольшие упражнения можно делать перед сном, либо после пробуждения. И теперь пытаемся нарисовать бедрами восьмерку. Ягодицами. Прям представляете, как вы рисуете ягодицами восьмерку. В одну сторону и в другую сторону. Вот именно вот в этом положении может быть не особо комфортно вашим коленям. Поэтому смотрите от уровня комфортности. Если вам не комфортно, продолжайте работать тазом вперед-назад. И не крутите ваши колени. Хорошо. Затем мы опускаем ноги. И уходим в баласану. Здесь стопы вместе, а колени разведены в стороны. Продолжаем тянуться грудью вперед. И стараемся положить грудь, подбородок на пол. Медленно дышим. Субтитры подогнал «Симон» Вдох, немножечко приподнимаемся наверх и подкладываем под колени плед и опять вкладываемся в баласану. Субтитры создавал DimaTorzok Вдох, поднимаемся наверх. Когда мы кладем себе под колени плед, это более расслабляющее упражнение для поясницы. То есть там мышцы словно растают, растекают в стороны, поэтому можете в любых своих практиках использовать плед, подкладывайте его под колени. Если у вас не сгибаются колени и вы не можете долго находиться в баласане, вы можете перед собой поставить стульчик и тянуться на стульчик. То есть такое тоже допустимо. Окей, а я плавно перехожу к шавасане, но перед ней я сделаю особую стойку. Мы всегда в конце делаем перевернутые асаны. Я сейчас вам покажу асаны, которые можно делать в зале для йоги. Для этого у меня есть дополнительно теплый и плотный. Видите, он немножечко поплотнее. И также я использую еще дополнительный плед. То есть у меня получается три таких поверхности. И следите за тем, чтобы таз ваш лежал на возвышенной поверхности. То есть если вы можете исключить вот эту подушку, то вот эта поверхность должна быть дополнительно и обязательно. Окей? И мы ложимся. Контролируем, чтобы плед лежал под нашим тазом. Ягодицы могут немножечко свисать. Основная часть должна быть вот где, вот эти костяшечки. Мы поднимаем ноги наверх. Руки можно развести в стороны. И начинаем постепенно расслаблять наши ноги. В этом положении также высвобождается хорошо поясница и крестец. Старайтесь, чтобы оба ваших плеча плотно касались пола. Также лопатки, чтобы касались вашего пола. Я не знаю, видно ли это на картере. Не обязательно также должен быть прямой угол. Достаточно этот упор угол. Сколько он? 110 градусов, наверное. И постепенно расслабляемся. Расслабляем мышцы ног. Расслабляем мышцы рук. Расслабляйте боковые поверхности ваших ног, корпуса, боковые поверхности шеи. Расслабляйте переднюю поверхность вашего тела. Расслабляйте. Тыльная сторона. Стоп. Голени, колени, бедра, живот, лицо, грудь. Тыльная поверхность кистей. И расслабляйте заднюю поверхность вашего тела. Расслабляйте стопы. Икры. Подколенное пространство. Педра. Негодицы. Спину. Затылок. Кожа под волосами. Ладони. Предплечье. Локтевой сгиб. Подмышки. Расслабляйте переднюю поверхность шеи. Нижнюю челюсть. Рот. Губы. Нос. Глаза. Трови. И расслабляйте наши уши. Шаваса. Шаваса. Продолжение следует. И постепенно начинаем возвращаться в тело, можно ноги опустить вниз, взять себя под коленями, покататься вправо и влево, еще дополнительно расслабить свою поясницу, укладываем ноги, пытаемся встать сначала на локти и затем поднимаемся, садимся, ну вот, уже после тренировки мои колени смотрят строго в пол, мышцы расслабились, растянулись, чувствую себя абсолютно обновленной, как будто бы сходила в спа-салон, тело мое очистилось от токсинов, мы все знаем, что женское тело очищается во время этих особых дней, поэтому немножечко можно поститься, больше гуляйте, меньше нагружайте свое сознание, свой ум, находитесь в спокойствии, меньше коммуницируйте и больше времени уделяйте своему расслаблению. Как я говорю, в это время идеально разбирать шкаф, перебирать вещи и выбрасывать старое. Итак, мы садимся с прямой спиной, руки соединяем над головой и груди. Намасте, поем троекратным мантру, делаем вдох. Ам... Короткое постирание перед собой. Поднимаемся наверх, не открывая глаз, благодарим своих родных и близких за возможность заниматься практикой, заниматься собой, поблагодарите своих учителей, наставников, поблагодарите то пространство, в котором вы занимаетесь, йогой, возможно, соседи по коврику. И обязательно поблагодарите себя и посвятите плоды этой практике для чего-то нематериального. И открываем глаза. Намасте. Мы закончили. Это был короткий, но очень полезный урок в бережной йоге для женщин во время месячной инструации. Спасибо вам большое за внимание. С вами была Инга Минск-Рицкая. До скорой встречи на ковриках. До скорой встречи на ковриках. До скорой встречи на ковриках.